Ночь Зайдёт из-за крыш Этот лунный волшебный свет На любой вопрос даст ответ Лишь в сказке Хочешь, не хочешь, днём или ночью Чудо придёт Знаешь, не знаешь, не угадаешь Где нас найдёт Веришь, не веришь Сказку поверишь раз Поверь Днём или ночью Чудо, кто есть верь Добрый вечер, уважаемые гости нашей студии И, конечно, телезрители Самый грустный, самый тяжёлый для большинства нашего населения День, понедельник, особенно для школьников Мы начинаем самую приятную, самую интересную и познавательную программу Под названием «Звёздный час» Вы видите «Звёздный час» на канале ОРТ И сейчас вы увидите наших очередных участников Тех самых счастливцев, которых мы выбрали из тысяч и тысяч писем Которые поступают и продолжают поступать даже сейчас в адрес нашей программы Участники на площадку Рад видеть вас Надежду Российской словесности Науки и культуры Потому что сегодня вам предстоит доказать То, что вы не случайно попали на нашу площадку И начнём знакомиться Юлия Шалаева, город Тверь Вместе с Юлией на нашу площадку Осмелилась выйти и мама Надежды Михайлов Михаил Звягин Село Каликино Понять не имею, где это село Потом мы спросим у Миши А пока давайте поаплодируем его папе Анатолию Васильевичу Лена Алимова, город Балакова С мамой Ларисой Владимировной Лариса Владимировна тоже решила надеть жёлтый пиджачок Чтобы не отличаться А, это жёлтый пиджачок не у Ларисы Владимировны А это Ольга-сестра Сергея Вороновой Из города Новомичуринс Вот, и сестра его, напомню, зовут её Оля Она в жёлтом пиджаке Вы её сможете легко отличить от всех остальных родителей и родственников наших участников Ксения Панайот, город Глазов Одну не решился отпустить на нашу съёмку Приехал вместе с ней папа Александр Викторович Он строго следит за дочерью и контролирует её выходы в свет И последний участник нашей программы Кирилл Кусков, город Москва И вы слышите, что в нашей студии довольно много друзей очевидных, родственников Кирилла По тому, как они кричат Андрей, это ты друг, да? Ты друг Кирилла? Никого из родителей не смог уговорить, Кирилл, чтобы здесь прийти и позориться, да? Поэтому взял кого попроще, кто был под рукой То есть друг Андрюша, аплодисменты всем участникам нашей сегодняшней игры По нашей традиции я предлагаю каждым из участников сейчас попытаться выклинчить у меня, выпросить, выцеганить, как мы говорим, звезду За что? Давайте посмотрим, есть ли у них на это основание Юля, поехали! Я приехала из города Твери В свободное время я люблю слушать музыку и заниматься рукоделием Вот я для вас шила вот такую корову Такую корову, да, и что же это за корова? Это одевать на чайник Ты знаешь, а вот мне кажется, что если надеть на голову Надень на голову, прикинь, попробуй Нет, попробуй, попробуй, серьезно У меня просто нету шапки, у меня проблемы, я хожу без шапки, все время простужаюсь Надень, попробуй Ну смотри, разве это плохо, ну? Я еще хочу для вас спеть песню про эту корову Песню про корову, отлично Раз, два, три, четыре, поехали! Раз, два, три, четыре, поехали! Малинка моя Потрясающе! Драматическую историю рассказал нам Юля о своей корове, которой постоянно трогает медведь. Хорошо, Юля, спасибо тебе. Теперь Миша Звягин пытается отличиться. У него перед ним на столе, на нашей тележке, три бутылки с разнообразными растворами. Что это за раствор? Расскажи, Миша. Здравствуйте. Я приехала из села Каликин. Где это? Далеко от нас находится город Липецк. Липецк — это город металлургов. Это на юге России где-то, да? Нет, в центральной чернозёмной полосе. Центральной чернозёмной? Ну, ближе, то есть от Москвы к югу? Да. Так. Липецк — это город металлургов. Ещё Липецк примечательен тем, что сам Пётр Первый в 1707 году открыл в Липецке, ну, как он, лечебные минеральные воды. Вот я вам привёз попробовать. Это было до того, как он прорубил окно в Европу или после? Я не знаю. Какой занятой был человек, Пётр, смотрите. То окно прорубит, то поедет в Липецк, откроет источник. И вот это вот источник — вода из того самого источника. Да. Вкусная? Очень. Аплодисменты Миши за его подарок. Лена Алимова из города Балакова. Пожалуйста. Мне 14 лет. И вы нам даёте на программу одевать футболки. А почему бы вам самим не одеть? Что, футболочку? Футболку, да. А ну покажи, что за футболка. Опа. Посмотрите, пожалуйста. Звёздный час. Да. А где слово час? А, часы висят. Часы. Это и есть звёздные часы. То есть это такой юмор. Да. Потрясающе. А что символизирует этот шарик, пришитый здесь? Это какой-то нарост, что ли? Это галочка над буквой «И». Ладно, спасибо тебе, Лена. В чёрной футболке мне как-то вот в этой передаче появляться довольно траурно, но я потом её обязательно буду носить. Спасибо. Сергей. Ну, наш город. Это город энергетиков. Он славится издавна своей электростанцией. Это какой город? Новомичуринск? Да, Новомичуринск. А он разве не садоводством славится, нет? Нет. А, это Мичуринск славится садоводством? Да, это Новомичуринск. А у вас Новомичуринск. Понимаю. В нём расположена крупнейшая в Европе тепловая электростанция. Ну, и вот я хотел бы подарить вам книжку, ну, про нашу электростанцию. И вот два значка вам и вашему автору. Так, Синя Панайот, город Глазов. Вот я приехала из города Глазово. В нашем городе, наверное, очень много достопримечательностей, но главной является производство циркония. Ой-ой-ой! Его практически нигде не производят, кроме нашего города. Даже практически вообще нигде не производят. И вот цирконий, он металл драгоценный. Нет. Драгоценный? Пусть будет драгоценный. Это металл очень драгоценный. Да, очень. И полезный. Он обладает целебными свойствами. И немножко радиоактивный, да? Нет? Нет, он только целебными свойствами обладает. Это вот такой чайный набор из циркония. И мне кажется, что... А в наборе одна чашка, что ли? Одна чашка с блюдцами. А, это набор называется. Чайная пара. Хорошо, а чайная пара. Дальше тоже из циркония сделан такой вот симпатичный подсвечник. Он, мне кажется, будет очень кстати вот к приближающемуся новогоднему празднику. И вот такой вот маленький значочек с символикой нашего города, Глазово. Этот значок можно приколоть вот к больному месту и, наверное... Значко укалывания. Да. И самое главное, я вот своими руками, конечно, сделала вот такую вот, как сказать, наверное, картинку. Ну, наверное, да. Вот. И чтобы вы поняли значение этого, да? Это, наверное, называется финал звездного часа. Понятно, да? Да, похоже. Вот. И... Одуревшие от счастья дети, вот они тут изображены. Беззубые причем. Что тоже бывает у нас на программе. Нет, один одуревший от счастья, а другой от горя. От горя от горя, правильно. И вот такое вот, такие несколько строчек вот к этой картинке. Давай. Что час грядущий предрекает? И как изменит облик мой? Звездой ли яркой засверкаю? Или в слезах вернусь домой? Как ты думаешь, какая часть из этого стихотворения будет относиться к тебе сегодня? С звездой ли яркой высияешь? Или вся в слезах пойдешь домой? Надеюсь, что я высияю звездой, потому что я редко реву. Я вот буквально недавно, пока собиралась на эту программу, на вашу, у меня в голову пришли такие парочка строчек, опять же. Вот. Я хочу прочитать. Она больше посвящена не программе, а вот участникам программы. Итак, я прочитаю. Давай, 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 валяй. Что с ребенком происходит, удивляет сродня. Возле зеркала проводит напролет четыре дня. То задумчивость во взоре, то ликуя завопит, то огромнейшее горе на лице изобразит. Я в эмоции ныряю, вариантам нет конца. Я к финалу примеряю выражение лица. И, наконец, последний участник, Кирилл Кусков, с какой-то бумажкой. Ну, это, можно сказать, не бумажка, но это, значит, это вот у нас висело в классе. И вот у нас просто все, как говорится, мои друзья, весь класс молятся на эту группу. Это вот в классе у нас висело, я вот, как сказать, от сердца оторвала. То есть вы верующие, да, все? Ну, можно сказать так. Понимаю. Я вот от сердца дарю плакаты. Спасибо вам большое. Теперь мне предстоит только решить. И тут даже и решать даже не буду долго. Тут все понятно и ясно. Звезду первую в нашей программе получает, если я найду ее, нашел, Ксения Панайот, Горглазов. Я сейчас не понял по аплодисментам, правильно я решил или нет? О! Вот это уже похоже на аплодисменты и на ваше согласие с моим решением. Хорошо, ребят, поехали. Значит, перед вами сейчас будет первая тема нашей игры. Это дороги, улицы, площади и так далее и тому подобное. Внимание на экран. Лежневка, Майдан, Рокада, Аллея, Большак, Овринг, Ристалище и Гать. Первый вопрос. Как, по вашему мнению, называется дорога во время войны, идущая параллельно линии фронта? Вот там на линии фронта все воюют, стреляют, пиф-паф, ой-ой-ой. А вот параллельно линии фронта идет дорога, которая называется... Как? Табличка, быстро! Она называется очень громким, красивым словом, Рокада номер три. Юля, Лена и Кирилл берет на одно отделение нашей площадки. Молодцы! Найдите здесь название обыкновенной проселочной дороги. В любой деревне, в любом селе есть такая дорога. Как она называется? На нее обычно выходят девушки и плачут, машут косынками вдаль, утирая слезы по пыльному лицу, размазывая тушь. Пожалуйста, таблички, как называется? На тот большак на перекресток. Номер пять. Лена, Ксения и Кирилл вперед на одно отделение. Молодцы! Внимательно посмотрите, нет ли здесь названия перекрестка. Пе-ре-крестка. Название перекрестка хочется услышать или увидеть. Если его нет, табличка ноль. А если есть, то, пожалуйста, табличка с номером этого перекрестка. Вперед, 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 молодцы. Некоторые из вас действительно молодцы, особенно Юля, Лена и Кирилл. Здесь нет названия перекрестка, значит, табличка ноль. И Лена с Кириллом выходят во второй тур. Поздравляю, великолепное звание русских названий дорог, улицы, площади демонстрируют эти два наших участника. Юля, ты тоже можешь сейчас поднапрячься и выйти во второй тур. Если кто-то прорубил искусственную тропу в горах, значит, что у него получилось в этот момент? Искусственная тропа в горах. Если нет настоящей дороги, то людям приходится прорубать самим какие-нибудь тропиночки, которые называются как? Таблички, быстренько. Но очень и очень и очень близко. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, Лена, Лена. Скорее. Молодцы, ребята. Молодцы все, кто поднял табличку номер шесть. Обринг. Называется искусственная тропа в горах. Сергей и Ксения вперед на одно деление. Молодцы. И вы догоняете Юлю. Обыкновенная базарная площадь. Как называется? Площадь базарная, где торгуют семечками, колбасой, какими-то продуктами, овощами, фруктами и другими разными продуктами. Как называется такая площадь? В городе, в селе, в деревне. Такая площадь называется Майдан. Номер два. И мы имеем с вами четырех участников второго тура. Это Лена Алимова, Сергей Воронов, Ксения Панайок и Кирилл Кусков. К сожалению, ни Юля Шалаева, ни Михаил Звягин не смогли дойти до второго тура и покидают нашу площадку под ваши аплодисменты. Ну, а мы с вами уже в предевшем составе переходим к следующему туру нашей игры, не менее интересному и не менее важному. В эфире «Звездный час». Итак, в эфире «Звездный час». Во второй тур вышли Лена Алимова, Сергей Воронов, Ксения Панайок и Кирилл Кусков. Кубики в студию. Берите ваши фломастеры и записывайте эти буквы. С, Т, Д, А, М, Р, И, Е, Г. Ровно 45 секунд я вам даю на то, чтобы составить самое длинное слово из этих букв. Не забывайте о том, что у вас есть звезда. Время и стекло. Отложили ручки и бумагу. И теперь давайте послушаем, какие слова у нас придумали гости нашей студии. Давай. Диаметр. Ди-а-ме-тр. Аплодисменты! А это, между прочим, 7 букв. Да, у кого еще есть из 7 букв? Из 7. Не меньше, чем из 7. Не меньше. Хорошо, давай. Минутку. Магистр. Магистр. Аплодисменты! Тоже 7 букв. У кого еще есть 7 букв? Прошу сюда выйти авторов слов «Диаметр» и «Магистр». Аплодисменты! Михаил, ты упрямый парень, да? Ага. То есть ты проиграл в игре, но все-таки что-то хочешь урвать? Да. Ну что ж, я преклоняюсь перед твоим упорством. Вот твой соперник. Сейчас мы с ним тоже познакомимся. А приз у вас, как обычно, один на двоих. Вот он находится в этом рюкзаке. Никто, кроме меня, не знает, что в нем лежит. Как тебя зовут? Иванов Глеб. Иванов Глеб. Лет сколько тебе? 13. Учишься, работаешь? Учусь. В школе? В школе. В этом рюкзаке приз для вас двоих. Кто раньше угадает, что там лежит, тот и побеждает. Можно задать любые вопросы, на которые отвечают «да» или «нет». Например, красное – «да», твердое – «нет», вкусное – «да», невкусное – «нет» и так далее. Поехали. Это плеер? Нет. Фотоаппарат? Фотоаппарат. Интересное предположение. И мне кажется, что оно все-таки оказалось верным. Запускаю туда свою могучую руку. И достаю оттуда действительно фотоаппарат. Для верности надо проверить. Держи. Да, это очень похоже на фотоаппарат. И действительно фотоаппаратом является. Смотрите, какая прелесть. Во! Мало того, и этот рюкзак тоже твой. Поздравляю тебя, дорогой мой. Ну, а ты попробуй еще, используй какую-нибудь свою возможность. Я очень рад, что у нас появился участник из наших зрителей, который оказался умненьким, благоразумненьким. Теперь вопрос к нашим родителям. У кого есть длинное слово? Эй! Ку-ку! У всех слова из семи букв, соответственно, никого из вас выделить не могу. Ну, и последний, самый решающий момент, это слова наших участников. Первый у нас будет кто? Лена, давай. Сирена. Си-ре-на. Молодцы. Аплодисменты. Вместо буквы «Н» он использовал звезду. Шесть букв. Хорошо. А у меня слово «смерть». Слово «смерть». Страшное слово. Страшное слово, мрачное, но существует такое слово. Вместо мягкого знака «звезда» аплодисменты слову «смерть». Угу. Сирена. Сирена, тоже шесть букв, это мы уже слышали, молодец. И? Сигарета. Но он имел звезду, значит, вторую букву «А». Аплодисменты, самое длинное слово у Кирилла. Кирилл, пойдем к ящикам. Да, конечно. Там сигарет-то нет, это точно. Но что-то есть, может быть, даже более полезное и более нужное в себе. Какой ящик собираешься открыть? Красный. Красный ящик. Какой красный? С замком? Да. Мил друг, но с замком ты не можешь открыть ящик. У нас такие правила, что открывает этот ящик тот, у кого более восьми звезд. У тебя пока только пять. Тогда зеленый. Зеленый. Зеленый ящик. Вот этот большой зеленый ящик, да? Ну давай, доставай, вынимай, показывай. Традиционный приз. Набор юного художника. Для тех, кто рисовать не умеет. Вставай на место. Рисовать не умеет, но очень хочет научиться рисовать. И, уверяю вас, благодаря этому набору можно создавать потрясающие полотна. Никто в жизни никогда не поверит, что ты нарисовал это сам. Ну, Лена Алимова, город Балакова, к сожалению, для тебя наша программа подошла к концу. У тебя хоть и шесть букв словен, но всего две звезды. Прощай навек. Сувениры об участии в нашей программе и ваш аплодисмент, это все, что получает сегодня Лена. Ну и этого, я думаю, достаточно ей для хорошего настроения. Ну а вот эти трое подростков, Сергей, Ксения и Кирилл, продолжают борьбу за звание победителя нашей программы. Посмотрим, кому она принесет удачу, а кому и слезы. В эфире «Звездный час». От всей души поздравляю Сергея Воронова, Ксению Панайот и Кирилла Кускова из разных городов нашей родины, из Ново-Нучелинской, Глазовой, Москвы, с выходом в третий тур нашей игры, в котором, как бы вы ни хотели, придется одного из вас с площадочки-то проводить. Сказать ему «гудбай, аривидерчи, астаманьяна». Итак, внимание, перед вами логические цепочки. Вспоминаю творчество Ивана Андреевича Крылова. И думаю, что все такие басни он таки написал в разные периоды своего творчества. «Щука, жаворонок и уш, осёл». Нет ли здесь лишней басни, или всё это действительно басни Крылова? Соображайте, думайте. Аплодисменты тем, кто поднял табличку номер два. Иван Андреевич Крылов написал огромное количество басен, но «жаворонок и уш» такой басни у Крылова нет. А на лишнее табличка два. Правильный ответ, Сергей и Кирилл, вперёд, на одно деление нашей площадки. Молодцы! А тем временем появляется следующая логическая цепочка, и это меры длины. Эти меры длины располагаются в порядке возрастания. Верста поменьше, сожень побольше, а мили — это вообще огромные дистанции. Если порядок правильный, табличка ноль. Если неправильный, поменяйте местами две рядом находящиеся меры длины. Идеальный правильный ответ у всех троих участников. Аплодисменты. Один и два — это правильные таблички в версте целых пятьсот сожений. То есть сожение — это совершенно маленькая мера длины. И Ксения очень хочет, она очень хочет всё-таки добраться до финала. Но, увы, наши правила не позволяют это сделать. А только ваши аплодисменты могут скрасить горечь поражения. Ксюша потеряет даже площадку, а вот Кирилл и Сергей должны улыбаться во весь рот. Они выходят в финал. Посмотрим, кто кого. В эфире «Звёзды час». Итак, в финале у нас сегодня Сергей с Кириллом. Двое парней, они безжалостным образом вытеснили Ксению из третьего тура. И, по-моему, очень довольны этому обстоятельству, да? А так у вас у обоих по пять звёзд. Мне очень трудно сделать выбор и кому-то из вас присудить право первого хода в нашем финале. Поэтому сейчас традиционное для мальчиков соревнование арм-рестлинг или, как мы называем это, борьба на руках. Сейчас вы должны будете кого-то победить. Кто-то из вас должен победить сейчас в этом соревновании. Вот кто победит, тот будет вторым. Тому будет некоторое преимущество. Пожалуйста. По моей команде на старт, внимание, марш. Бицепсы присутствуют у обоих, товарищей. На старт, внимание, марш. Эээ, да, без борьбы. Практически аплодисменты Сергею. Практически без борьбы сдался Кирилл. В чём дело, Кирюш? Мало кушаешь? Да? Ну что ж, слово вам теперь надо показать. Слово это конфликт. Вот только что мы были свидетелями физического конфликта, а сейчас будет конфликт умов, конфликт мозгов. Пожалуйста, поехали. Как можно больше поддержим наших участников, как можно больше маленьких слов. Вы должны составить слово «конфликт» за 45 секунд. Это небольшое время, уверяю вас. Осталось 10 секунд. 9, предлагаю посчитать вместе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всё! Аплодисменты! И сейчас Кирилл, как проигравший в нашем рукопашном бою, начинает читать свои слова, тем самым находясь в несколько менее удобном положении. Пожалуйста, Кирилл, поехали. Лик. Лик. Фон. Фон. Тон. Тон. Кон. Кон. Кот. Кот. Кол. Кол. Фол. Фол. Прекрасно. Ток. Ток. Не значит ли это, что пора позвать Другана? Да. Пожалуйста. Аплодисменты Андрею. Это Кириллов друг. Он такой вот скользящей походкой направляется к нашему столу и много слов имеет на своём листочке. Давай, Андрюха. Тик. Тик. Нервный. Хорошо. Лифт. Лифт. Прекрасное слово. Кит. Кит. Кино. Кино. Кон. Кон был. А, значит, тон. Тон был. Значит, лот. Лот не было. Сестру зову. Сестру зову. Сеструха. Отлично. Сеструха и Друган. Сумочку не оставляй, всё. Мало ли, здесь чего оставишь, то потом и можешь не обнаружить. Телевидение, сами понимаете. Тиф. Тиф. Прекрасная болезнь. Замечательный. Тиф. А брюшной или сыпной можно? Не знаю. Всё равно. Какой-нибудь. Лом. Лом. Против лома нет приёма? Мол. А лом разве мы есть? Мы буквы нету. А мы так её придумали. Фон. Фон был. Был? Да. Сейчас ещё придумай. Придумай, да. Ты знаешь, что скоро будет у нас новости на УРТ в 18.00. Ты до этого хотя бы времени придумаешь? Вообще у вас есть пять секунд, друзья мои, кроме шуток. Раз. Два. Кох. 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 Конечно, можно. Кох. Это не только повар. Это ещё можно сделать тебе кок на голове. Я думал, ты сказал Кох, имея в виду печально известного Коха. Ну? Тол. Тол. Это такая взрывчатка. Замечательно. Ну? Раз. Два. Три. Оу. Четыре. Ил. Ил. Успел. Смотри-ка, Ил. Аплодисменты, да, правильно. Молодец. Молодец. Раз. Два. Ой, как всё поменялось. Три. Что ждать-то? Давай читать слова. Ждать я буду их. Четыре с половиной. Ну? Четыре с половиной. Пять. Всё. Ой, 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 ой. И как неожиданно получилось у нас сегодня на площадке. Потрясающая ситуация. Только что мог Сергей выиграть, но решил проиграть. За это он получает вот такой музыкальный центр. Рюкзак и коробку конфет с женщиной на обложке. Всё это твоё, включая женщину. Спасибо тебе огромное. А с вами, мальчики, будем сейчас разбираться серьёзно. В эфире «Звёздный час», церемония награждения. Эти аплодисменты и ликования в адрес Кирилла Кускова, победителя нашей сегодняшней программы. Кирилл, насладывай «Звёздный час». Я вижу, ты не совсем сейчас адекватен, да? Да. Да, чувствуешь? Давай проверим твои рефлексы. Смотри, сюда. Сюда. А, нормально. Ну, а сейчас вот тебе трибуна, вот тебе наша многомиллионная аудитория. Твой «Звёздный час» настал. Несколько слов о том, что ты сейчас чувствуешь. Давай. В глубине души я верила, что я выиграю эту игру, но это было, конечно, не очень реально, и поэтому... Ты должен, знаешь, как говорить? Должен говорить, извините, так получилось, я не хотел. Многое в жизни случается против нашей воли, и иногда это случается в нашу пользу, да? Согласись? Да. Не часто ведь нам в жизни везёт, вот тебе часто везёт в жизни? Да. То есть тебе практически не везёт? Можно сказать так. То есть ты по жизни неудачник? Угу. Ну вот сегодня, с сегодняшнего дня, можно считать, что вся твоя жизнь круто изменилась, и с этого момента тебе просто попрёт, как из рога изобилия. Аплодисменты Кириллу Кускова, победителю нашей программы. А сейчас вручить призы, подарки, сувениры и, главное, подарить частицу своего творчества. Кириллу приехала группа «Браво! Евгений Хоптан». Встречайте, пожалуйста. Пожалуйста. Потрясающая группа долговарителей, примерно такая же старая, как и наша программа. Но от этого не менее интересная и клёвая. Кирилл, старик, поздравляем тебя с победой. Вот тебе приз такой замечательный. Это кубок, это не приз, это кубок, это уникальная вещь. Программа «Звёздный час», чистое золото, 999-й пробы. Это мы сделали из слитков Ермольника, которые у него остаются после его программы «Золотая лихорадка» на нашем же канале. Телевизор, чтобы смотреть самого себя. Настоящий телевизор? О, ставьте его вниз сюда, это очень тяжёлая, дорогая вещь. Лицом, естественным зрителям. Сейчас прямо по нему мы и будем показывать ваше выступление. И что? И рюкзачок, чтобы сложить часть подарков. Телевизор, конечно, не влезет сюда. Рюкзачок. Потрясающе. В гостях у нас группа «Браво». Это был Кирилл Кусков. А меня зовут Сергей Супонев. В эфире «Звёздный час». Он заканчивается. Увидимся с вами ровно через неделю. Пока! Пока! А мама сказала, что я — хулиган. И вот я стою, и чиновнишь ты, Что боярушься ты, вдруг боярушься ты. Четыре утра на моих часах. А тебя всё нет, вдруг ты с кем-то другим. Проснись, появись, выйдем на балкон. Ведь звёзды поют, с нами будет сон. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Балкон подо мной, я к тебе взлетел Что за ночь сейчас, ах, что за ночь сейчас И мама твоя для меня ерунда И папу уже я совсем не боюсь И мама твоя для меня ерунда И папу уже я совсем не боюсь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ